Церковная богослужебная практика знает два случая поминовения святых. Это в день их кончины и в день перенесения их святых мощей. Первая дата почитания святых Петра и Февронии Муромских приходится на 8 июля. Это день, когда супруги представились Господу, то есть скончались. Но 8 июля приходится на период Петрова поста, когда браки церковь не заключают. В этой связи Священный Синод принял решение о повторном поминовении святых благоверных Петра и Февронии. Вот эта дата 19 сентября, когда были в 1992 году их мощи перенесены из нашего Благовеченского мужского монастыря по благословению архиепископа Евлогия Владимирского и Суздальского. Их мощи были перенесены в женский, троицкий, в такой вновь открывшийся монастырь, который возрождался, который требовал, нуждался, остро нуждался в помощи. 8 июля – это разгар лета, день полной зрелости плевых и лесных трав и, конечно же, ромашек, расцветающих к этому времени во всей красе. По славянским традициям, после гадания на ромашки и купальских игр определялись пары суженных. До Петрова дня играли свадьбы. Для благословения молодых местным духовенством написан новый текст молитвы святым Петру и Февронии Муромским, покровителям семьи и брака. Была составлена такая специальная молитва, которая благословлена священным синодом для прочтения ее в дни памяти этих святых Петра и Февронии, а также отдельно на молебнах и при бракосочетании. Почитание дня Петра и Февронии часто противопоставляет западной по происхождению католической дате Дню Святого Валентина. В русской православной культуре есть свои традиции почитания памяти святых. Тому пример и Муромский край, где брели покой тела Петра и Февронии Муромских. Галина Воробьев, Ольга Келешин, Александр Барсуков. Новости 24. Муром.